А что она медленно так течет? Она всегда такая тут? Это как горячая. Значит, сегодня напор маленький. А тут запах такой, да? А что вы недовольны такие? А потому что вы не первый. Что? Что про воду говорили? То вода, то почему вот это. Так не, подождите. Так я открываю, напор маленький. Я же спрашиваю, почему такой? Я простой вопрос задал. А если бы я открыл, например, воды вообще бы не было. И такой вариант может быть. А лаз на чердак я могу посмотреть? Я же лазу, так не знаю, не знаю. Так, лезем. Самое главное не убиться. Второй этаж можно сделать. Офигеть. Вы планируете переезд на юг? Если да, мои хорошие, этот ролик для вас. Вас приветствует ваш Николай Сомсиков, который для вас изучает недвижимость, которая продается на юге. Мои хорошие, я сейчас нахожусь в Краснодарском крае, Калининский район, Хотор Лебеди. Вот он даже у нас указатель говорит, что Николай поверни сейчас налево. И не только указатель мне сказал, сказал даже навигатор. Поворачиваем с вами налево. Здесь, друзья, этот домик, сразу хочу сказать, я вам не предлагаю. Что ты, Эльвира, хотела? Я со своей помощницей, она мне что-то в телефоне показывает. Кстати, поздоровайся! Доброго дня всем! А то некоторые подписчики пишут, говорят, что ты пропала, я тебя прячу, не показывай никому. Друзья, смотрите, этот дом, еще раз повторяю, я не предлагаю этот дом. Я сейчас еду с моей помощницей, конкретно смотрю по просьбе наших клиентов, которые знают, что надо нас заранее за 2-3 месяца предупредить, написать на наш личный WhatsApp, где будет указан и в комментарии, и в описании, чтобы мы для них поехали и позучали объекты недвижимости. Эльвир, конечно, нас тут сейчас навигатор, как обычно, наверное, пьяный, напился, будет вести как-то кругами, но вот я, смотри, вижу, знаешь что, давай мы вот сюда подъедем, я вот вижу храм, надо же нашим клиентам показать, чтобы они видели, что к чему и как это все выглядит, потому что вот я смотрю, вон, часовня, вот тут клуб, да, вот смотри, Сбер, вот видишь, Сберкасса, почта, вот она мы проехали, потом вот она часовня или что церковь, это типа дом культуры, я так понимаю, да, а школа вот она, давай мы, вон памятник, да, ну тут вообще вывески ничего нету, абсолютно, а вон, поздравляю, детская сельская библиотека, вон она, так и чего, вот это школа, вот она школа, так, едем, давайте посмотрим наш навигатор, сейчас здесь тупик, мы тут не проедем никаким боком, кстати, скажу, от Краснодара, друзья, вот я когда мимо Краснодара проезжал, где-то, ну, час тридцать, сто двадцать километров, ну, как раз вот час тридцать, плюс-минус, вот я правильно сейчас это сказал, до моря Данапы, сколько, сто сорок семь, отлично, я просто увижу, это подсказка у тебя в тетрадке, ну, здесь дорога асфальтированная, хорошая, я лично, вот здесь еще не был, лично, наши сотрудники были, но вот я лично тут еще пока мои хорошие не был, дом общая площадью сто двадцать семь, да, квадратных метров Эльвира, а получасток пятнадцать соток, цена какая, оно там два, два девятьсот, вот это, мы просто объявление уже свернули, мои хорошие, наши клиенты рассматривают дом до трех миллионов, кстати, наш сотрудник был на этом доме где-то месяцев семь-восемь, но учитывая, что наши клиенты покупают эту недвижимость с использованием ипотеки, я так понимаю, они сюда не будут приезжать, удаленную сделку, а ну расскажи, как это будет выглядеть, давай, ну как будет, если дом понравится, мы отправим покупателям дом, они посмотрят, если дом понравится, все, будем договариваться о задатке и начнем, я как раз вот сегодня мы будем, я отсканирую все документы для банка и будем в банк подгружать документы. А люди сами откуда? Люди сами с Дальнего Востока, особенно, да, из-за разницы во времени, это очень сложно состыковать, чтобы все у нас по часам сошлось. Кстати, собственно, покупатели связались с хозяйкой, пообщались, поговорили, все нюансы уточнили, учитывая, что люди будут покупать удаленно, меня Эльвира заставила, чтобы я приехал повторно на этот дом снял, правильно, Эльвира? Конечно. Ты меня долго уговаривала? Чтобы люди не переживали. Да, чтобы по шапке получала не ты, а чтобы получал по шапке сам лично Николай Сомсиков. Долго меня уговаривала? Да нет. Мы, кстати, вчера должны были на этом доме быть, но, к сожалению, и снег пошел, и дождь пошел, и сильный ветер, но сегодня вот так более-менее, более-менее. Ну, хочу сказать, вот, друзья, вот мы съехали с асфальта, гравийная обыкновенная дорога, улица более-менее по ширине нормально, слева, вот, по моему руку, там метров где-то 150, я вижу, тракторная бригада, вот тут у нас есть асфальт. Вот, кстати, надо было заехать, скорее всего, с другой стороны, но мы обязательно уже выйдем по-другому и посмотрим, где у нас вообще настоящий заезд к этому дому. Я же говорю, у нас навигатор пьяный, да. Так, сюда направо, ну, домики везде в основном старенькие, там попадается, вот, как слева, видите, вот, люди, новые дома, ну, как новые дома, я не знаю, там, 2000, середина 2000-х годов, как говорится. Так, навигатор сказал, что нам, слушай, он нас как-то ведет через речку, куда-то, туда-то. Кстати, смотри, вот обратная сторона, где мы, церковь, да, вот она, и школа, и библиотека, видишь, вот, с обратной стороны, как у нас ведет, я понять не могу. А, слушай, а вон там уже гравийка дальше, вот, видишь, прямо, или асфальт, асфальт, я чуть не могу понять. А, асфальт, асфальт. Так, навигатор говорит, налево. Я, знаете, мы с моей помощницей от города Белореченска, вот, именно до этого дома, чуть более 200 километров, и вот мы ехали, я отвечал на WhatsApp, на голосовые сообщения, а Ульвиры, вот, реально, аш-ху, ухо было красным, она так часто разговаривает по телефону, но, ну, это, конечно, очень приятно и хорошо, потому что мы, кстати, давай передадим-то привет нашим участникам группы «Жизнь на юге». Вот, Эльвира сейчас у нас будет консультировать людей, общаться, говорить, вот, от Николая Сумсика, от Эльвиры, привет. Обязательно, да. Вот, там у нас сколько уже, почти 900 человек, да, вот, в этой группе. Друзья, если вдруг вы, вот, например, планируете переезд на юге, хотите попасть на этот телеграм-канал, пишите Эльвире, если что. Ой, вернее, группу. Кстати, речку мы тут проезжаем, ну, канал, даже не речка, канал. Оля, сколько тут рыбаки, вон, лодки у них стоят, даже моторные. Вот тебе, пожалуйста, рыбалка есть. Тут летом, наверное, красиво. Ну, да, ну, сейчас, извини, пожалуйста, у нас еще пока март, пока еще хорошая погода нет. О, а тут, смотри, домики уже такие посвежие, да? Тут прям, да, как-то они даже похожи. Тут уже прям посвежие. Да, как будто, знаешь, что так договорились, вот, давай мы вот в единый стиль возьмем и построим дома. Магазин, вот он, Магнолия, а вот уже дальше старенькие дома. У меня чувство, что надо было заехать там где-то, а не так, как он сейчас нас затащил. Ну, мы выйдем, посмотрим. Ну, здесь вот, друзья, асфальтирована дорога. Навигатор говорит, скоро мы повернем направо. И, кстати, вон там я какое-то здание вижу, административное, у меня ощущение, что будет детский садик. Почему население у нас? Население, давай. Так, а это вот, видишь, бывший парк какой-то был. Господи, да что ж у нас ведет, да, как-то. Парк какой-то заброшенный, заросший. Прям ужасно. Так, едем. Сейчас я, друзья, тут гляну свои записи. Ага, есть. 1700 человек. Ну, небольшой хуторочек. Да, небольшой. Небольшой. Школы мы увидели. Пару магазинчиков увидели. Домики мы тоже. Вот это, да, детский садик. Да, вот он. Детский садик. Вот он, детский садик. Тут, конечно, если дождь будет, тут... А, кстати, вот, ну, будет грязновато. Справа, видишь, тротуар асфальтирован. Уже хорошо. Детский садик. Вот он. Такой хорошенький. Как-то и тут асфальт. Справа нет. Там слева есть. У нас вон еще, вон там заезд еще. Вот я же говорю, он нас неправильно ведет. Каким-то с усиками непонятными. Мы должны были с другой стороны какой-то заехать. Садик такой хорошенький. Ну, смотрю, обратите внимание, да? Чисто, аккуратно. Люди ухоженные. Да, прям... Вроде бы старенькие, но вот смотрите-ка. Да, нету каких-то заброшек. Может, навигатор и специально нам говорит, чтобы мы поехали это все посмотрели. Бу, сегодня нет. Блин, я уже есть хочу. Обед только уже пол первого. Это подписчики опять напишут. О, блин, Николай говорит, опять тебя жена не кормит. Ой, друзья, я что-то после Нового года 10 килограмм набрал. Ну, сейчас весна активно пойдет. Я похудею. Вот всегда вот весна, лето я прям худею. Из-за долгих поездок, частых поездок. Так, а вот это наша улица. Или не улица наша? Нет, еще пока не наша. Еще пока не наша. Так, еще раз гляну. Такие тоже домики нормальные. Такой в едином стиле, да? А, вот у нас вот там где-то за Гогулино будет налево. Эльвира смеется такая, блин. Вот навигатор. Да, кружим, кружим. Да, а самоприкол, вот я сейчас смотрю на навигатор, вот где мы с асфальта свернули. Вот мы ехали вот тут. Можно было вот-вот. Коротким. Ну, ничего, по крайней мере, нашим клиентам мы уже показали. Хуторок, друзья, небольшой. Даже можете открыть и посмотреть. Лошадки вон тут у нас стоят. А вот тут налево. Это же отдельно стоящий дом у нас будет, да? Ну, по фотографии, друзья, домик хороший. Прям такой приличный мне понравился. Не знаю, конечно, как вживую будет. Тут я не буду умничать. Так, налево. И тут где-то плюс-минус он должен быть, если навигатор... Если ты, кстати, навигатор, ты правильно указала. Сейчас. Хоп. Это. Слушай, хоть. Не, не. А, он. Он, да? Да, 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 да. Он. Похож, да? Похож. Да, да, он, 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 он. Все, он. Таблички нет? Да, вот, ну, вот цифра написана. Есть, он. А, вот. Я же узнала его сразу. Да, все. Отлично. Так. Дальше. Ну, где-то у нас трасса вот там находится. Пойдем. Все, мои хорошие. Начинаем смотреть домик. Я заехал оттуда. Ветерочек, конечно, дует. Но, я думаю, сейчас у нас все исправится. Граница вот от этого забора. Мы смотрим. Левая сторона. Получается, что улица, участок и второй от угла. Вот этот дом. По кровле. Смотрим. Старенький шифер, друзья. Прям старенький. И знаете еще, что коньки наверху деревянные надо будет заменить по-любому. По-любому. Сразу вам говорю. И подшивы нету вокруг. Это надо тоже глянуть. Забор вот этот покрасить надо. Потому что, смотрите, видите, он уже таким образом. Здесь гараж. Сейчас глянем. Города распашны есть. Напротив. Это вот огород людей. Здесь даже можно что-то припарковать. Что-то поставить, как и автомобиль. Фасад, друзья, широкий. Метров, наверное, будет где-то 25, как минимум. Как минимум фронтон кирпичный. Газовая труба высокая. А здесь у нас ничего не забетонировано. Сейчас я с той стороны хочу глянуть крышу. С этого угла. Ну, тут соседи, дома друг от друга находятся далеко. Да, с этой стороны то же самое. То же самое. Да, и подшивы снизу нету. Получается, что коньки надо металлические по-любому организовать, поставить. Ну, а здесь вот граница, вот она. Вот это все ваша граница. Вот это ваша граница. Ой. Захочешь убежать и не убежишь. Или не зайдешь. Так. Это уже соседний участок, да? А вот четко. А, все, я понял. Это у него как машину он тут ставит, да? Да. А сам дом из чего у вас? Блок? Нет. Кирпич и сверху еще один кирпич. А кирпич вот такой, да? Красный несущий. А потом силикатом. Да. А фундамент, монолит, фески. По-моему это. Просто смотрю, они закрыты. А с той стороны... А я увижу, вон я смотрю, там есть кусочек. Это у вас все розы, да, посажено? Все, все розы. Угу. Тротуар. А под плиткой нету, да, бетона? Просто вот плитка лежит и все. Почему? Бетон, да, снизу? Ага. Надо будет так потом. Керхером хорошо помыть и все. Ну и розы туда посажено вверх. Короче, весна, лето будет вообще красота. Работы до черта. Здесь, а? Ну все, начинается. Так, здесь вкус. А знаете, когда это самое, вдвоем, втроем, то делать нечего. А когда один, не знаю, кто ли. Ух, ветер как-то. Мы хотели, видишь, переделать все, но у него уже силы не хватило. Вот это у вас такое изначально, да, было большое окно, прям здоровое? Да, это же лоджи. Ага. А это вы уже потом пристроили гараж, смотрю. Да, все. Я уже это отправляла. Сейчас, секундочку, я тут по фундаменту хочу посмотреть. Это монолитный, да, у вас фундамент? Да, да. А у вас подвал в доме есть? Есть. Прямо под самым домом. В рост человека, да? Да. Это вы, получается, с этой стороны металлом обшили, а с этой стороны просто этим. Это фундамент, не могу понять. Трещин нет. По трещинам. Все, в принципе, неплохо. Единственное, вот туда чуть-чуть смотрю, так пошло. Да, я вот, вот смотрю, вот тут так трещинка и с этой стороны. Где трещинка? Я говорю, пошло, да вот, смотрите, я вот пошло, вот пошло. Видите, вот? Вы не видите? Видите. Вот я же почему и спрашиваю. А, и вот еще. А вы не знаете, вот когда кладку делали, связывали между кирпичом и вот этой кладкой? А уложили что? Проволоку, сетку там? Я не помню. Не помните, да? Мы первый год. А в гараж как зайти? Отсюда или с дома? Отсюда, да? Вон я смотрю с блока. О, гараж хороший. Прям здоровый. Прям здоровый. Яма. Ага, сейчас. Яма именно вот в этой части, да? Да, да, вот тут и убрать надо, и там это. А ну сейчас я, у меня фонарик есть. Так, фонарик. А, он неглубокий. Он неглубокий. Я говорю, я так стану, говорю, мне что родить там, что ли? Вот с этого, да, кирпича у вас стенка, вот несущая? Да, 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 да. Это окно раньше было тут. А вот я вижу кирпич. Да, да, все вижу. Кирпич. Мы здесь хотели его в пункте сделать. Вот тут надо будет. А сюда снег не забивает? Все нормально? Ну пока нет. Не было, да? Молодой человек тоже мне на сегодня к этому приезжал. Тоже на умничал, да? Умничал, я тоже. Вот блин, мои сотрудники умные какие. Я говорю, у вас что-то делся. Я говорю, что я побежала. А тот шифер у вас, это, ну, меняли, да, смотрю кусочки тут? Менял, да, Дед. Тут смотрю, наверное, или ветер на раздувал. Не знаю. А не знаете, сколько это внутри квадрата? Ну, вижу, где-то квадратов 30. Где-то квадратов 30. По крайней мере, две машины. Не, большой, да. По крайней мере, две машины всегда стояло. Именно внутри две машины? Да. А у меня... Вы имеете в виду, сюда поставили? Да. И сюда поставили. Но это уже не плотно устояли. По-любому. А вот здесь кто живет, ну, люди? Кто? Здесь армян купил. Ага. И я так думаю, что он умер. А, здесь пустой, тут никто не живет, да? Да. А я-то смотрю, не живой, как будто. Я еще... Сейчас я с той стороны гляну. А, ну да, вообще никто не живет. Так, да, он не живой. А скажите, вот я увидел, у вас коньки деревянные, там ничего не затекает. У вас здесь плиты перекрытия, потолок или что? Да, плиты перекрытия. А глаз на чердак есть у вас там? Идемте, идемте. Иду. Вот тут еще пространство есть такое хорошее. Тут можно поставить, я не знаю, еще даже грузовик залетит. Нет, здесь у меня куры. Это у меня госдвор. Здесь у меня... Септик, да? И септик, и вода. Я закрыла, еще не раскрывала. В смысле, у вас центральный водопровод вот это? Да. Да. А это септик? Это септик. Вы имеете в виду, подождите, вот это кран просто, да? Или что? Да, да, я закрутилась, чтобы не замесли. А счетчик у вас? Сейчас покажу. Это я просто закрыла, знаете? А, все, все, все. А, уже будь теплого, не переживайте. Да, я не переживаю. Просто нет. У вас на улицу только вот этот кран и все, да? Идемте. Пождите, сейчас, 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 не торопитесь. А, у вас просто яма выгребная. Она все? И все это яма? Идемте, покажу. Подождите. Машина приезжает, это и выкачивает. Вопрос у меня, смотрите, у вас отсюда заходит... У меня вон еще септика. Не, подождите, у меня вопрос. Я понял, что он там, вот сюда, что? Туалет, ванна, что сюда приходит? Сюда приходит туалет и ванная. У вас, получается, вот эти два септика, которые, они взаимосвязаны? Сначала сюда заходит или... А, а потом сюда. А, вот теперь я понял, получается, что она, ну, переливная. Вот именно вот это. Ну вот, нанимая машину, она приходит и качает. Но Леонид Николаевич... Да она, по-моему, пустой. Он пустой. Что там качать? Она приезжает. Почему-то Леонид Николаевич в этом году, в том году решил, купить вот эту качалку септикой выкачивать. А тут вот это, да, свет у вас? Свет, ну, там это надо включать в котельную. А, он так не включается? Нет. Понял. Это в котельной он включает? Сейчас я так гляну. Так, где шмотут? Что такое? Холодно? Это у вас как мастерская, да? За этой стенкой гараж? Да. А за этой стенкой? Баня. Баня. Блин. А что-то попало. А здесь вы не знали, как вы утепляли? Или просто доской обшивали? Просто деревяшка и рисовая шелуха. Ага. А здесь просто плитка. Вот видите, что у нас случилось? Поликарбонат? Да. Вот я трубу затащила сюда. И не могу никак ее затолкать. Кого затащили? Вот она, труба. Я хотела по всей длине положить. Чтобы она не поднималась, вот это. Вот эти же ветра были сильные. И как у меня понеслась душа в рай. А я смотрю, у вас здесь шифер в сарайчике, потом вы металлом, да? Вот это. А потом опять шифер. Это дровяник у меня с той стороны. А поликарбонат просто лежит? Нет, он его закреплял. Ага. Ну, оторвался. Оторвался, потому что, видишь, какой ветер был. Это ужас один. Так. Ну, потом вот этот, в том году снегопад такой был. Нет. А тут коз держали, да, наверное? А? Коз держали или кого? Нет, курей. Курей просто пол, как будто для скотины, для кошек. Конечно, а зачем это самое? Чтобы комфортно было, да? Да, это курушки у меня были. Это вот тут у нас. Ой, курятник. Теперь кошки ходят. Трибрутные. А вот это стенка баня, да? Баня идет. О, обратная сторона. Сейчас я гляну вот тут. А фронтон у меня такое ощущение, что потом доделывали или как? Какой фронтон? Вот этот, это фронтон. Или вот... Почему он был? Мы просто его не обложили белым кирпичом. А, изначально был дом вот такой. Дом вот из красного кирпича и побели на штукатуре. Вот, теперь я понял, я что я теперь понял. Что сидишь, смотришь? Так, сейчас можно, я сейчас тот угол дома посмотрю, а потом сюда. Так, соседи. Так, ну тут, друзья, подливали. Что-то не пойму, честно. Подливали, подливали. Хоть кусок посмотреть. Ну, здесь цоколь, вот он. А, вот, смотрите, с кирпича положили. И плиткой отделали. Не знаю, для чего так сделали. А вот цоколь, вот видно, с кирпича. Вот именно вот этого. Для чего они вот так сделали? Даже понять не могу. Отмазка есть сантиметров где-то от силы 40. Так, стена нормальная. Вот видите, подшиву вот эту, я говорил, ее нету. Водосточка есть. Подшиву надо сделать. Ну, вот видно, вот это запенено. Пошел. И с той стороны то же самое. Я показывал. А так, и глобального тут нету. И вот тут то же самое. Чуть-чуть запенили. Вот, кирпич у тут вот. А тут все хорошо. Тут нету. Так, орех такой большой. Это же грецкий орех, да, у вас вот этот? А? Грецкий орех? Да. А лаз на чердак я могу посмотреть? Естественно. Это, не развалится лестница? Может не развалится. Давно там никто не залазил. Я, например, только недавно была. А, были, да? Конечно. Так, Эльвира, если что, права у тебя есть? Дома. Дома? Вот он начал лезть до тебя. Видите, ты кто вверх наставил? Пятен пиану, потом площадку. Я же лазу, не на меня. Так, лезем. Самое главное не убиться. Да ладно, я не убью. И спина голая. У меня? Конечно. Так, вот это, я так понял, плита перекрытия, вот это. Да, да. А крышу вы меняли, или она так была изначально? Менял, что ли? Менял, да. Так, детский садик в том направлении, да? Да. А школа вот где-то там. А мы как ездили? Мы, а у нас вообще повел кругами. Он кругами нас почему-то повел. Ой. Вот тут, слушайте, тут второй этаж можно сделать. Офигеть. Так, ребята, заходим. Смотрите, полностью керамзит. Полностью керамзитом засыпано. И сюда засыпано. Так, я сейчас свет хочу дополнительно включить. Да, везде полностью керамзитом. Младенца подшивы нету, конечно. Я сейчас гляну по керамзиту. Да, засыпано везде. Так, это, я так понял, что туалет-ванна, вен-канал. Никто не выводил наверх. Смотрим дальше. Я знаете, что хочу сделать? Я вот понять не могу. Вот они говорят, плиты-перекрыты. А как мне понять, что это точно плиты или нет? Сейчас. Попробую палочку взять. Вот, блин. Какую палочку взять, чтобы поковырять? А, вон, досочки. Сейчас. Сейчас. Вот они, досочки. Эх, осталось неравненькость. Вот тут рубероев. Вот он лежит. Вы знаете, бетон. Здесь бетон. Так. Давайте мы тут еще посмотрим. Вот эту сторону. Ну да, рубероев и бетон. Ну, это керамзита сантиметров десять, не больше. Так, по крыше. Окно здесь пластиковое есть. Давайте посмотрим, куда оно все смотрит. Так, мои хорошие. Если попросите, куда угодно завезу, если надо. Ну, по конькам видно, что вот тут мокрела, вот в этом месте. Прям вот темненькая. Вот. Я скажу даже по всей длине, как прям видно. Видите? Прям видно. Это вот снег, когда по-любому конек надо менять, потому что он тут деревянный. По крыше, смотрите. Видите, вот были отверстия. Это какие-то шифер старый. Чего-то снимали. Смотрите. Вот видите. Лопнул. Дальше. Так, тут нормально. Сейчас мы глянем тут. Ребята, вы простите, но работа есть работа. Это вот зрители, которые смотрят сейчас ролик, скажут, что ты так нудно все смотришь. Да, ребята, нудно. Вот тут смотрите. Вот подложили, вот увидел. Металл видно. О, тут кусок прям бы нет. Да. Ну, шиферин, я скажу, штук 5-6 точно надо поменять. А вот, вот эта сторона, вот видно, что шифер старый. Смотрите. Вот видите? Вот видно, с чего-то сняли. Вот отверстие. Старый шифер. Вот это, вот эта вся сторона, вот это, по-моему, сейчас. Да. Вот здесь, я не знаю, снег если будет, будет нам хорошо задувать. Прям, да, вот сюда, прям он будет задувать конкретно, туда же вот мокрело вот в этом месте. Да. И вот, смотрите. Да, вот эту шиферину надо как-то сделать, чтобы она, почему она выше, вот это все четко. А, оно по-разному положили. Да, по-разному. Что-то отложили, не знаю почему. Ну, тут претензий к хозяйке нету, женщина есть женщина. Да, вот эту сторону, вот эту шиферину менять. Вот эти у нас, видите, отверстия. Вот их тут много. Вот эта сторона. А вот это, вот и видно, что ложили другой шифер. Здесь другой шифер ложили. Так, все, фиксируем с вами, давайте еще раз вот так. Ну, я скажу, знаете, вот если брать, вот тут я не цепляюсь, если вдруг что-то будете делать, видите, да? Вот я хожу спокойно, вдруг вы лестницу поставите, что-то организовать. Но тут пространство огромное, квадратов 100 это минимум, вот если брать в общем. Все, пойдемте. Пойдемте. Короче, Эльвир, там второй этаж можно делать смело. Почта и дверма. А вот мне можно сомать, а потом? Так, ой. Эльвир, самое главное, чтобы не упасть мне. А я вначале сажусь на попочку. На попочку садитесь, а? Ну, я по-другому буду немножко. Если я ухожу, то... Парашют включите, да? Да. Сам лестница прям гнилая. Очень много вложений. Так. А это виноград культурный, да, у вас? Конечно. Ой. Роза, роза. А вот здесь, скажите, просто, да, у вас плитка лежит, не отмазка. Бетона там нету, смотрю. Нету, просто насыпали песок. А вот это что за люк у вас? А вот здесь у меня счетчик. А, водомер, да? Да. Давайте я помогу. Да, чего? Вы знаете, сколько я... Я держу. Десять раз. А, все, вижу, вижу, вижу. Все, все, я вижу отсюда. А я специально одеяло кинула, чтобы вода не замерзла. Понятный экран. Я так понял, вода отсюда. Центральный водопровод заходит, правильно? Вот из дома, оттуда, где стоит ваша машина, он через весь дом проходит. Сюда проходит. Сюда проходит. Все, закрывайте. Ну, у вас скважины и ничего такого нету, да, своей? Нету. А зачем она? Давайте я подержу, я держу, я держу хорошо. Я на зиму закрыла. Ногу уберите, она мешает, она. Может, давайте я? Нет, надо... Вы не той стороной положи, переверните. Вот так? Я думаю, да, если она не заходит, значит так. И может быть. Видите, оказывается, может быть. Да, может. Ну, я просто вижу по форме. А вот скажите, здесь троторную плитку вы просто положили на отсев, да? Просто смотрю, он играет прямо здесь. Песок, а потом цемент. Ну, как это, ребята, ловят. Плохо положили, ребята, кто ловил. Вначале песок, потом цемент, это насыпали. А это у вас септик, вот это, да? Да, это второй цемент. Это вот, который, вы говорите, с кухни, гостиной, ой, с кухни. А, он у вас маленький септик, он не глубокий. Он сколько? Получается, метр на метр глубиной он сюда заходит, а потом переходит туда. Да. А как часто выкачиваете? Раз три года. Раз три года, да? Ну, мы же вдвоем, что нам это самое? Ага, ну, я просто уточняю. А вот эта труба, которая, это котельная, да? Да. Это котельная. Давайте сейчас участок глянем, а потом уже баню, дома такой, пока мы тут. Пока мы тут. Это у вас виноград вот этот, и вот, который возле дома. А, вот это шпалера, которую я вижу. Да. А это вот этот дровник, который вы мне говорили. Да, 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 дровник. Видите, ветер все разболтал, но у меня еще есть этот кусок. Я потом его в порядок наведу. А, он все понял. Но мне не хочется. Я просто сама не справлюсь, видишь? А это у вас что, типа душа или что такое? Нет, это у меня. Видите? А, тяпки лопаты. Тяпки лопаты, чтобы не бегать никуда. Нафига душ я делаю из? Да, я ж не знаю. Туалет. А, это туалет. А, я думал этот душ. Туалет зимы. Я, я, я просто, ну, полупрозрачно. Нет, у меня здесь красивая клееночка была. Аааа, уже слихала. Так, это вот это соседа. Вот это виноградник, который вы говорили. А вот это миндаль? Да, миндаль вот это. Да, привезли с этого. А вот это инжир у вас растет. Да, это инжир. Так, а что там у соседей? Просто у огорода, у них? У них, да. А, сейчас я. А вот то персик, вот это? А, это персик? Да. Это один ранний, другой слой. Вот два персика, которые. Ну, сейчас глянем, что там такое. Так. А, это где лошадь мы видели. Ага. А это он, это трактор у него, да, тут у хозя? Да, вот сколько работа. Вот это вот. А вот там у него что, он скотину держит или просто лить солома для чего? Ой, у него и лошади, и коровы. Это вот в этом сарай, да, который слева? А, да. Это вот эта лошадь, которая, он гуляет. А это, а кто тут живет? Ну, молодые? Молодые. А по национальности кто? Русские. Ну, укра, местные казахи. А вот это вот кто живет? Тоже местные. Местные? Да, это наш дом был. Это ваш дом был? Нет, Тюмень, Трансгазовский. У нас четыре дома. Раз, два, три, четыре. И по улице Мира у нас шесть домов Гюмень, Трансгаз. У вас раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один из двенадцать, тринадцать, пятна, шестнадцать, семнадцать, двадцать, 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 двадцать один, двадцать, тридatamente, двадцать четыре. Двадцать пять, двадцать шесть деревьев, как минимум. Это вот яблоня. Ну, это персик, вот это яблоня. Да, это гала. Это груша, да? Нет. Яблоня, да? Яблоня. А еще у меня яблонька очень хорошее, Рождество называется. А вот это орех, фундук. Да, орех, фундук. И вот там, в этой гаража тоже фундук. Ну почему-то, я так и не поняла, почему. Подождите, вот это черешня, вот я вижу, вон там в углу, да? Да, да. Это яблоня. Да. Это яблоня. И яблонь. Это, вот это что за дерево? А это слив. Чернослив. Чернослив. А вот это уже яблоня, вот это, вот этот кусок. Ну, кроме ореха, конечно. Так, дальше. А участвовать сколько по документам у вас? Четырнадцать. А тут малина, да, смотрю, посадили. Малина. Малина, малина. Угу. А это уже старенькая яблонька, да, пропала, смотрю. Она старенькая, но я ее не вырезала в том году, потому что у них я нанимала. Это любимая яблонька моей внучи. А скажите, вот эта вишня? Это такая вишня странная. Она немножко с горчинкой. А вот это груша? А это груша. Это груша. А это молодая вишня, смотрю, посадили. Да, это как бойлочная. Она не растет с высокой. Она маленькая. Вот это тоже вишня, смотрю, маленькая. Это Леонид Скалаченко. Ну нет, сад хороший. Вот что-что, сад прям будет вести хороший. А еще, вот где вы машину ставили, там орех. Видел, да. Это тоже наш орех. Там можно машину ставить, да, вот напротив. Это курятник, да, который я с той стороны смотрел. Вот старенький, да, уже. У вас вода центральная выходит отсюда. Она сейчас перекрыта, правильно же? Вот этот кран? Да. Почему? А, работает, да? Я его не включаю, знаете почему? Это. Не, вы откройте напор, посмотрю. Это пусть он в жарчина выйдет. Вот это. Она стояла. Не, я не поставила это. А, все, все, закрывайте. Все, хоть напор. Да, она, что? Тут же не шмотка лежит. Ничего не будет такого. Я соединяю, но она у меня туда идет. Так, это баня, да, у вас? Я порядок не наводила. Баню начну топить, я всех ноги сожгу. Это, любили, это книги читать, да? Ой, наверное, мешков сто. Кого? Мешков сто книг? Ничего себе. А это у вас центральный газ, смотрю, подключен? Да. Вот эта печечка, рыбу жарю, когда мне не хочется там что-то делать, не вонять, белье кипячу там, это самое. Но газовик об этом не знает. Это вы просто провели его и все? Нет, вот эта пипка была почему-то. А, была? Ага, не знаю. Я имею в виду, вот эту трубу, вы как вы купили, она так и была. Понял. Почему? Вот эта топочная. Да. А вот тут, так, это что у нас тут, дверь? Везде книги, везде книги. Это пластик, да, у вас подшиты? Да, мы подшиты пластиком. Это моечная пластика. Сейчас я тоже запрыгну. Здесь вот досточки были. А, вот горячая вода и холодная. Здесь горячая и холодная вода. С дома идет сразу вода. Да. Горячая, вот именно с дома идет. Да, 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 все оттуда идет. Это он сейчас перекрытый, я правильно? Все перекрыла я. А потому что, знаете, открою, а вдруг потечет и я буду бегать, искать товарища. Какой вы, а вдруг, откуда я что боитесь? Будете делать? А вдруг, там прокладка, там и да, что вы боитесь. Закрыто, у меня все закрыто. В котельной. Все, все, верю, верю, верю. Чуть-вот, тихо, сейчас я вам покажу в котельной, где открываться. А это, так, а это, смотрю, парилка. Не, парилка, просто дерево не могу понять, что за дерево. А, Леонид Николаевич, какое дерево он сказал? Липа. Просто тут я вижу, с одной стороны, один сорт, вот это сосна. Нет, все одинаково, товарищ. Да? Да. Что-то не могу понять. Может быть, но. Так. Мама, дорогая, как корову. Как корову? Так это дом. А вы что, так дома не смотрели? Нет. Почему? Я дома никогда не смотрел. Ну, вам везет. Она нам короб вот этот предоставила, этот трест. Вам везет. Зашли. А другим людям не предоставляет трест. Ну, я же заплатила. Не, я-то понял. Я же не просто так. Ну, банька, видно, что давно не пользовались. Не пользовались, потому что это самое. Это у вас второй выход. Я топить не умею. Топить не умею. У вас второй. А вот это что за дверь? Это леонид Николаевич. И Леонид Николаевич. Кешенька, давай не будьте здоровы. Я чуть не пойму. Вы имя, отчество... Это кота так зовут? Или про кого вы говорите? Леонид Николаевич это дедушка, а Кеша это кот. А, дедушка в доме. Дедушка у меня умер. А просто вы говорите, я просто думал, как будто вы говорите, что человек где-то тут. Я же почему их просил. А это я поставила. А сколько коммуналка выходит? Вот в последний раз у меня около 4-5, около 5-6. Это свет и вода и газ? Да. Мусорка. 100 рублей. Водичка 200. Не задувает нормально, когда сильный ветер? Нет, когда сильный ветер у всех у нас здесь задувает. И у соседей задувает, и у друзей моих задувает. Это вот эта труба, которую я с улицы видел. Да, да, да. А это немножко убрали, да, потом? Я вот Леонид Николаевич убрал, сказал, Голченко, я потом что-то сделаю, я так и не поняла. Это вот этот кусочек, правильно я понял? Да, да, да. А, ну да, как раз он подчертание вот этих упало. Понял. А котел, смотрю, вы меняли где-то лет 7 тому назад? Нет, не 7. Меньше? Да, меньше. Просто видно, что он как бы свеженький. Я и газовую плиту поменяла. А давайте с центрального входа зайдем, чтобы мне было понять планировку. Вот так. Отсюда, ну, да, поднимка, то, чтобы было понятно. Лякую, кошка залезла туда. Кошка наверху сидит. Там коробка, или там кушка. Я специально беру. Так, это вход с калитки. Ну, плитка здесь, друзья, надо будет перестелить, поправить по-любому ее. Вот это обшито пластиком. Вот эта часть тоже полностью пластиком обшито. Свет есть. Дверь простенькая такая стоит. Плитка, видно, поменяли. Я имею в виду цвет, видите? О, корт. Барбоз. Тут поликарбонатом закрыто. Так, пойдемте. Так, сейчас разуемся. Он даже внутри другой цвет, да? Двери. Какой есть? Не, я веду снаружи один цвет, а с другой стороны другой. Я за это делаю. Какие тайцы делали? Вот эти тупики можете... А мне не надо, мне нормально. А вы в погреб? А, ну, в погреб. Подождите, тогда я в погреб вот это поставлю. Ага. Сейчас я в коридорчик посмотрю. Тут деревянный пол. А, полностью. Сейчас, сейчас я тут посмотрю. Пластик. Это у вас с датчика движения, да, срабатывает? А он просто включает. Ну да. Так, здесь дверь, смотрите. Давайте еще раз. Пол деревянный, пол здесь нормальный. Ну, прихожка, я не знаю. Тут можно какой-то шкафчик глубину где-то сантиметров 30 максимум. Потолок видно здесь 2,45-2,50, не больше. Счетчик. Вот он. И пойдемте сейчас дальше. Так. А тут ступенечка, да? Как-то неинтересно, там пол такой высоты, здесь на 5 сантиметров ниже. Вот строители. Это вот здесь вот видно, да, плита перекрытия полностью. Нет, заеду. Один говорит, ой, плиты перекрытия. Я говорю, да идите и ищите. А скажите, вот стены здесь уже тоже кирпич, да, несущие? Я имею в виду, между перегородки. Да. А вот, кстати, они по плитам перекрытия хотели уточнить, они бетонные? Я это посмотрел, там бетон. Бетон. Там получается сверху керамзит, рубероид сверху, а под ним вот я прям палкой стучал, но бетон там чувствуется, что... Да вот видно по нему, даже вот видно, вот когда вот эти полоски, это... Ну шкаф большой, тут поместится прям легко. Я что хочу сказать, когда волокна у него деревянный, ну я в шоке. А здесь ротиаторы такие интересные. Я говорю, да, вот три привыкли на куторе это деревянное. А здесь у вас, смотрю, интернет обыкновенный, да? Да, вот ты представляешь, главное, Леонид Николаевича не стало, как все полетело. У меня и то, и то, у меня все было так аккуратненько. Ой, извините, а ну сейчас я хочу посмотреть, там провод на улице есть. Оп-то, волокна. А, нету, ребята, нету, нету, нету. Да, тут нету, нету. Так, все понятненько. Так, все понятно. А я разговариваю. Не молчайте. Да, не, 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 вы можете это, чего вы переживаете? А это плинтуса были у вас деревянные, да? Были деревянные, мы убрали. Потом мне не понравилось. И я решила купить этот, линолеум у меня, друзья купили. Вот этот. Че, Эльвир, можно шкаф большой сюда поставить, да? А скажите, вы сколько живете в этом доме уже? Он какого года? 95-го. 95-го. Вот и как в 95-м году вы его получили. Это как зал, да, считается? Да. И обойки вот эти клеили, плюс и минус. А как вы думали? Не, я говорю, обойки, когда вы клеили, ну, ремонт, когда был-то у вас. Ну, там, примерно 5-10-15 лет тому назад. Года 3 тому назад. А, 3 года, да. И это вот везде? Или только в этой? Нет, ну, мы не могли все сразу. Постепенно. Мы в одной комнате порядок навели, в другой. Стукнуло мне в голову обои другие. А это вы, я смотрю, шпаклевали, да, потолок? Шпаклевали, конечно. Да, просто вот-вот плиты, вот Эльвир, вот они, прям видно. Вот они лежат. Там вот так лежат, а тут вот так они лежат. Ну, им нравится, как я ему сказала, натяжные сделают. Ну, да, тут натяжные по-любому. Тут просто если шпаклевать, нам толстый слой шпаклевки делать. Да, прям видно. Так, ну, полы. А здесь, вы не знаете, я так понял, тут плита перекрытия тоже, и потом сверху деревянный пол, да? Нет, земля. Ну, ГПС. Ну, да. Это в подвале мы можем спуститься, потом все. Сейчас, сейчас я, давайте все подряд по порядку. Плесени нет. А это у вас ТВ кабель, да, заходит? Да, он на два телевизора, одна антенна, и здесь идет развето. Я первый раз такие радиаторы вижу, кстати. Это старые радиаторы. А тут пластиковым смотрю. Ох, толщина стен, мамма миа, 40 сантиметров. Да, 40 сантиметров. Ну, мы писали в этом. Да, толщина стен. Маскитная сетка есть. В объявлении вы имеете в виду? Так. А вот тут, почему так сделали, пена такой слой большой. Где? А вот, смотрите. Вот, смотрите. Нет, это кирпич. Его надо было... Это... А, вы не стали его ломать? Да. А тут у нас по-другому. А, здесь чуть-чуть меньше. Все, я понял. А, знаешь, как Эльвира, они, наверное, окна стояли вот с этой стороны. А когда ребята ставили, они просто вот так поставили и все. Так, интересно, они сделали. Это все, руки не доходят? Угу. Общие как... Так, вот тут глухое окно, а вот это на открывание. И радиатор то же самое. Так. Ну, стены, в принципе. Парагаражи и делали. Тут обойки вы сделали немножко другие. Кондиционер остается? Конечно. А вот тут, смотрите, вот я смотрю, тут вот этот кусочек такой зашпаклеванный. Да, вот эта подруга мне хотела начать белить. А, шпаклевать. Шпаклевать. Угу. Она деятельная такая, она у меня строитель. Ага, и забросила. И начала ее... Как настоящий строитель. Да. И я... У меня началась истерика. Я говорю, не трогай ты, пожалуйста. Гал, да полчаса я тебе здесь порядок наведу. Я говорю, не трогай. Но она видит, что мне уже плохо стало. Ну ладно, Гал. Плинтуса вы везде, да, так меняли? Ну да. Ну мы решили переделывать. Постелить. Так, розетка тут. Потом, где Эльвер ты, да, стоишь? Вот она. Есть. Вот двойна. Но здесь у вас алюминиевая проводка? Нет. А вот посмотрите. А вот алюминиевая, я вижу. Где? А вот это видно, что это алюминиевая. Да, да, да. Так, а еще где розетка? И вот туда. И все. У нас розеток, да черта? Все даже удивляются. Ну это хорошо, когда много. Что... Больше нету. Ну в принципе для телевизора, для светильника и вот этого светильника. Ну здесь мы еще и зарядкой занимаемся. Здесь у нас это... Так, а подвал вы говорите где? Комнаты снимай, а потом в подвал пойдешь. Господи, у вас... Идемте. Заблудиться. Это коридор, да? Это коридор. Господи. А, ванна. Ох! Ванна. Так, ванна метр семьдесят. Чугуняка. Молодой человек и дверь. Закройте дверь, откройте дверь. А я говорю... Не стали, да, плитку до конца делать? Да, я специально не стала делать. А это венканал. И я увидел на чердаке две трубы. Это от туалета и от ванны. И туалеты, и ванны. Ну тут я могу же открыть? Как? Здесь можете. А что она так медленно течет? Тоже поставили. А что она медленно так течет? Она всегда такая тут? Это как он, горячий. Значит, это самое сегодня напор маленький. А тут запах такой, да? А ну, блин, муж, у меня с мостом что-то. Ну, такой есть чуть-чуть. Это я не могу понять, что запах. Да, какой-то есть. А это всегда так или что это запах? Я не знаю, у меня... Ну, не серого дорога. Нет, нет, нет. Вытирайте ручки. Нет, да, нам нормально. Вы знаете, они это... По трубам, которые... По трубам, да. Может, если слить, там прям... Конечно. А вы давно здесь не открывали воду? Ну, или... Может, кто-то просто забился? Я же почему это... А ну, Львина, а можно вот эту... Блин, может, у вас там забилось, да? Может, у вас забилось? А, тут... Ну да, он забитый. Он у вас забитый. Все, вешайте обратно. Так и напишите ему, все забито? Да, забито. Так. Такое ощущение, что, слово, не мужик покупает дом. А мы сейчас еще на кухне посмотрим уже, да? А что вы недовольны такие? А потому что вы не первый. Что? Что, про воду говорили? Вот так вот, то вода, то почему вот это... Так, не, подождите, так я... Подождите, так я оно открываю, а напор маленький. Я же спрашиваю, почему такое? Я простой вопрос задал. А если бы я открыл, например, воды вообще бы не было. И такой вариант может быть? Не, ну я же простой вопрос задал. А я вам говорю, что все, мы... Это машинка. А машинка у вас сливается сюда? Да. Ну, так не подсоединяли, да, канализацию? Не стали подсоединять, она новая у нас. Все. Я, вы не обижайтесь, я просто простые вопросы задаю. Я тут, ну, ничего сверхъестественного нету. Я вижу, что напор маленький, аж почему и спрашиваю. А это плитка, да, у нас такая потолочная? Это вопрос... Все двери, смотрю, такие простые. Ну, я имею в виду ровные, без... Не резные. Так, а почти где туалет? Теперь туалет. Ну, давайте мы, если уже ванну начали смотреть, то и туалет надо же посмотреть. Пожалуйста. А это кладовка, да? Это... Да. Давайте. А, все, 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 все. Здесь у меня химия моя. Здесь Леонид Николаевич. Так, это глубина у нас сколько? Метр почти. Да, да, метр, метр. Короче, тут можно шкаф-купе встроен. Да. Все, закрывайте. Тут принимаю, все нормально. Все нормально. Вы не обижайтесь, просто... Нет, нет. Вы меня тоже... Так, а это пластик, да? Это пластик. Тут пластик. Так, и венканал, я что-то не увидел. А вы его за обоими закрыли, да? Он мне весь под обои, вот видишь, вон она. Где? Вот этот. Где-то вот туда, да? Все, я же почему и спрашиваю. А, это труба канализационная, да, вот туда в бочину уходит. Так, закрываем. Так, ну давайте пока тут мы... А потом уже туда. Так. А свет можно включить, чтобы было поярче было? О, мне уже нравится вот тут. Прям это получается у вас как... Это столовая. О, тут мне нравится. Потолочек натяжной сделать, еще будет бомба. Ну потолок, смотри, где-то 245-250, да, у вас высота? Ну я что хочу сказать, вот почему такие кривые, живые-то, говорю, так делают. Не, ну плиты перекрытия, да. Тут вот, мое мнение, натяжной потолок сделать и будет все нормально. Во всем комнатам можно сделать. Да, полы, самое главное, что хоть деревянные, но не скрипят. Да, я тоже вот сейчас смотрю, не скрипят. Так, это получается, что кухня-столовая. Сейчас я со всех сторон его... Можете на кухне кран открыть. Хорошо, разрешаете? Пока. Договорились. А по мебели у вас как вообще в планах? Забираете, не забираете? А? По мебели забираете, не забираете? Как планы? Ну и что? Короче, по договоренности. Радиаторы везде такие? Да. Везде такие. А это у вас типа лоджи балкона, да? Да. Так, это окно глухое. Да, стенки, конечно, тут толстенные у вас. Так, а тут так. Приехали бы дети, никогда бы в жизни дома. А тут ручку надо будет потом... А вы знаете... Это отремонтировать. Эти ручки? Это вот этот второй выход, который мы с вами с той стороны. Теплых полов тут нету. Теплых полов тут нету, да? Нету. Опа. Это у вас самодельный такой этот стол, да? Шивенный в гадар. И у меня и гостиной такой. Это просто у вас сюда можно что-то... А, полки как сделаны. Я теперь понял, как. Вот там у меня, допустим, мука стоит в этом кастрюлях. Это у вас как светильник. А он... А, поломался. А, поломался. Почему-то решил не гореть. А чоку, столовая, прикольно там. Тут, пожалуйста, мойте посуду. Так, это дымоход, который наверху. Он и кофель на. Ну да, тут уже немножко... Это холодное. Ну да, тут у вас просто тот кран забился. И он даже вот этот забитый у вас. По нему видно. Ну да, запах вот есть, как будто... Что-то по трубам есть. Здесь есть. Это тоже вы... Вычешли. А это у вас питьевая вода. Да, да. Ну, менять надо. Фильтр там уже. Два фильтра. Какому дать я так выгляну. У аптечки Чурикова. Так, и здесь ступенька сантиметров 15-16. Так. Всё никогда делать не мог. Бедного не хватило, не хватило. И здесь стяжка уже у вас. Вот, допустим, там деревянный пол, а тут стяжка. Конечно. А вот это что за дверь? Здесь не пугайтесь. Не буду пугаться. Почему? Потому что я стараюсь. Да вы не переживаете насчет. А, это подвал. Так, лезьте в подвал, я вам топики приготовила. Сейчас я лоджию сначала посмотрю. Он не отапливается, да? Всё в пластике. Не, я не хочу отапливаться. Не, я просто уточняю. Пластик полон. А я так понял, что пластик вы, короче, собрали. Всё в куче и вот тут сделали. Нет. Вот что удивительно, я пошла в этот магазин, где мы покупали этот пластик. Она смеётся, говорит, вы не первая приходите. Где солнце, где солнце, оно выгорело. Здесь пластик вот такой вот, как там. Вот это выгорело? Да, вот это вот. Вот это вот всё вот так выгорело. А, а был изначально вот такой голубенький? Нет. Был вот такой вот. Ага. Неживый, да? Да. Вот так вот выгорело. Я пошла в магазин, там, ну, и женщины, я пока строились, очень много общалась. Я говорю, вы представляете, вот так и так. Я говорю, что я делаю? Он был вот такой? Да. И тут тоже отопления нету в этом месте? Конечно. А зачем? Не, не, я просто уточню. Так. Осторожно. А там светки нету, да? И свет включила. А, вы включили? Да. Когда будете заходить, не стукнется головой там, а перекладину. Вы так говорите, что там лабиринты меня ожидают. Конечно. Да? Да. Я уже боюсь. Будете плохо себя вести, мы вас сам оставим. Эльвир, помнишь, как я тебя учил? Самооборона. Да. Так у вас плиты перекрытия тут. По крайней мере, где подвал. Мне кажется, может, и там тоже подвал, где пол деревянный, там тоже плиты перекрытия. Это мужчина, который был здесь, говорит, это же вон в убежище. Ну, это, я же говорю, по крайней мере, где подвал, там точно плиты перекрытия. Вы здесь, говорили, не удариться, да? Еще ниже. Ох, елки-палки, а! Тут точно бомбоубежище. Ну да. Так, оно... Вот здесь, друзья, вот я не могу просто полный встать. Вот, видите? Не могу. Ну, надо. Так, смотрим, что у нас тут. Как-то интересно все залито. Так, здесь вода, видно, вроде бы не была. Так, слуха, ножка где-то была, но сейчас ее точно нету. Ну, сырости такой нету. Ну, подвал хороший. Но, я имею в виду, единственное, ну, вот если пониже, так я знаете, метр шестьдесят, можно поместиться. Так, я метр восемьдесят не помещаюсь почти. Так, а где души? Мы что-то не могу найти. Страна, это опора у нас. Так, а души нет. А, вот она. Вот она одна. А вторая, вторая. Господи. А вторая могу найти. Да, даже нету. Ну, все, тут все понятно. Так, давайте вот так зафиксируем. А у вас одушина только одна, да, туда? Да, она вот там, там за дверью. А, я увидел, я увидел ее. Так. Эх, лестница чуть-чуть неправильно стоит. Ничего страшного. Лестница неправильно, но я прыгаю. Да, непонятно. Вы же, если лазите на чердак, то там тем более вы прыгаете. Там тем более. Опа-ньки. Так, все, можете выключать свет. Так, дверь тут у нас с наклейкой. Ну, все простенько. Тут пластика не хватает. Так, ну, для вещей грязных и картошки и масла подсолнечное место есть где хранить. Так, кухня, столовая. А вот это, я так понял, что типа... Это Леонид Николаевич, кабинет. Это можно как сделать... Это его. А я бы как-то гостиную сделал. Вот тут бы... Ну, чё, ну... Спа, это кухня, столовая, да, кухня. А вот это маленькая гостиная. Да, ну, что бы. Ну, можно спать. Между прочим, вот этот проем. Ага. И у меня, когда дети были, они бегали так сюда и туда. Подождите, вот там сейчас за этой стенкой гостиная. Да, вот это. И это просто... Это можно поломать и будет проход. И ломать не надо, мы ДСП поставили. А тут уже плитку вы сделали, да? Да. А вот тут было окно, вот это. Да. Это... А почему заложили? А зачем три окна в одной комнате? А, короче, окна они все вот так установили, да, ребята? Да. Одна компания... Это ламинат или МДР? Ламинат. Вот ламинат, да? А тут уже откосы просто штукатуркой покрашены. Мы хотели переделывать, но это... Так, вот это на открывание уже окно, да? Так, ничего, с соседей можно, да, кричать, орать. И давайте на открывание, я имею в виду заветривание. Очень не работает, что ли? Не работает. А, у вас одно положение? Просто в гостиной там два положения. Во всех комнатах. Это первые окна мы ставили. А тут вы плитку уже здесь, тут плитку положили? Да, вот так вот, это самое, мы везде. Я не знаю, она ведь вверх, включи свет. Волнечка. Не, полы хорошие, вот как ни крути, там хорошие. В доме прям тепло. Сколько тут комната? Квадратов надо 16, да? Будет. Так, пойдемте. Пойдемте. Пока не надоели, пока вы нас не выгнали. Да нет, ну что вы. Мы хорошие. А уже основные спальни, я так понял, тут, да? Уже тут, так, ну давайте с этой. Ну, это здесь у меня, я все здесь складываю, собираю. Да, ничего страшного, вы не пишете, с этой стороны свет. Так. Кстати, все, вот здесь уровень полуровный, а вот тут с порогом. А тут с порогом. А это у вас как шкаф-купе, да? Да. Гардеробная, вернее. Да, это гардеробная. Ух ты ж, она глубокая, полтора метра почти. Да, плиты перекрытия везде видно. Короче, будет дайте. Все, складывай. По сути, я меду, если, например, людям не надо, они могут это разломать. Конечно, конечно. И получится очень большая даже спальня. У меня там чемоданы, пылесосы и что хочешь. А вот так выйдите, я сейчас хочу в окно. Это у вас свет получается, что этот отдельно, а вот этот по левую руку у меня отдельно. Да, да. А, это на соседей уже выходит. Да. А, тут у вас уже два положения. Да. Да. Да, подкосы везде. Ну да, вот почему-то они вот так вам установили окна странно. Ну, плесени ничего нету. Вот жаль. Вот взял бы плесень найти, а ее нету. Вот, вот нету и все. Вот нету. Так, дверь тут. Можно я сейчас хочу, как она закрывается? Дверь закройте, дверь откройте. Не, я, я... А этому молодому человеку хотела сказать, сейчас закрой и не откройте. А он молодой, свободный. А я что хочу сказать, у меня дети как, зашли и открыть не могут. И орут. Ой, комнатка хорошая какая. Давай мы по новой цене. Не, комнатка хорошая, прям. Это вот. Хорошенькая. Вот тут я смотрю, прям свежие обойки, да? Вот тут я ремонт сделали, смотрю. У меня везде свежие. Это вот плюс-минус 3-4 года выменяли, да? Прям 4. Радиаторы. Такие интересные. О, тут уже прям вид на будущий сад. Это прям хорошо. Открыто было, а то я бегала. Бонечка. Так, ну, спальня хорошая. Двуспальная кровать поместится, да, Левер, четко. Обоики тоже, да, тут клеили за, бывает, за, хотят сказать, за ковром не вешают. Ой, меня не клеят, бывает. Нет, нет, ну зачем? 3-4 обойки. Так, розетка получается тут. А, и все? Одна только розетка здесь? А я так и не поняла, наверное, одна. Здесь одна, что и розетка. Одна. Одна-одна. Да. В этой комнате почему-то одна. Там, где... А в тех, оно вот той, в той спальне. Вот, нет, я вот здесь, которая. Это вот она. Получается. И... И все? Не, вот она еще одна. Вот где выключатель. А, да. Где выключатель и все, да. Так, а сюда? Это третья спальня. Да. Это самая большая, да, спальня? По сути, у вас 4 изолированные комнаты. Да. 4. 4 изолированные комнаты. И тоже потолок здесь сделали. Так, подождите. А вот тут у нас что с потолком? Сейчас можно. Конечно. Получается, что... А тут у вас в шпаклевале прям вижу. Тут шпаклевали. Но еще такую финишную надо будет сделать и все, как ее назвать. Так, сюда заходим. Что у нас? Кровать большая, тумбочки есть. Потолок все отлично. Свет. Ракета запускается, как говорится. Слушай, Виш, хорошо полно, что деревянная, не холодно, да, ногам? Да, очень тепло. Да, и бойки. Это у вас получается стеклянная, да, чтобы светло было в коридоре, я так понимаю? А ну, дверь, прикрой дверь, я хочу посмотреть, как она. Вот там закрывай. Где, где? Чуть-чуть поправить, потом надо будет. Дети, когда приезжают, это самое... Вот видно внизу. Заблудились, везде свет включают. Так, розетка только тут. Почему? Вот и здесь. Нет, я сейчас гляну, пусть что у нас. Вот розетка. Угу. Обойки тоже за этим, да, закрываем? Обязательно. А, вон еще розетка. И вот розетка. И вот розетка. Ага, и с той стороны. Вот она. Сейчас. Так, это тоже на сад смотрит, да? Вот розетка. Угу. Вижу. Она неудобная, конечно. Кто, розетка неудобная? Вот так, в смысле. Возьми зеркала стоишь. Так, ну спальня хорошая такая по размеру. И мне знаете, чего понравилось? Вот равномерное тепло чувствуется. Да, нету, знаешь, вот с комнаты на комнату ходишь, бывает везде тепло, одинаково равномерно. Получается первая спальня. Так, вторая спальня, вот эта, третья спальня. И мне, кстати, что радует, что спальни отдельно. Это ванна. Дальше. Полы вот здесь у нас плоско, все ровно. Это как бы прихожая. Часть там? Не, не, нам ехать надо еще далеко. Мы же 200 километров. А ты с вами будем сканировать. А ты уже все смотри уже. Какие документы сканировали для банка? Так я же все сделала и отдала вам. Это вы отсканировали что-то? Сейчас мы с вами проверим. И вот она еще у нас. Получается столовая. И также. И вот у нас кухня. Домик мне, друзья, в общем понравился. Цена и качество. Интересно. И вот она вот еще, вот эта комната. Это получается как кабинет можно, как гостиную, как удобная. Так, мои хорошие. Так, Эльвира. Все, села. Это я просто сейчас защелкну пока. Так, ребята, давайте мы сейчас вот так объедем вокруг. Прямо там тупик, там ерек течет. Вот, ну, давайте я попытаюсь, вот пока мы едем, хочу рассказать. Я сначала, когда приехал, немножко меня дом напугал, скажу честно. Ну и по эльвирным глазам тоже хочу сказать, что немножко ходим, бродим. Ну, там замечания, там замечания. Ну, ребята, хочу сказать такую вещь. Вот эти трещинки, которые мы видели, вот прямо ерек, друзья. Вот, ну, вот там тупик метров где-то 50 и все уже тупик. И получается, что, ну, там фундамент люди, получается, подливали для кладки кирпича. Вот этого белого, именно белого. Что касается несущих стен, нареканий вообще никаких нету. Я внутри, когда ходил и видео снимал, и когда сам уже мы видео отключили, Эльвира пока там решала вопросы по документам, ну, реально трещин нету никаких. Только вот на потолок вы смотрите, плиты перекрытия, ну, видно, вот эта полоса идет, вот как плита перекрытия лежит. И вы ее никак не крути, она будет видна, лично, мое мнение. Реально, ну, вот возьмите, сделайте натяжной потолок и все. Теперь смотрите, ходим, смотрим, там, ну, во дворе что-то, плитка мне немножко не понравилась, там, то поправить, то поправить. Но, друзья, и вот по септику, конечно, септик маленький. Если, например, семья будет там из 4-5 человек, конечно, мое мнение, вот, например, если люди будут покупать этот дом, вот, сначала пожить, посмотреть, как этот септик работает. Потому что септик, вот, чтобы вы понимали, вот смотрите, метр на метр, все, вот такой септик. Я не знаю, почему они так делали, но он реально маленький. И первый колодец, и второй. Ну, ладно. Сад хороший. Расположение, вот, ну, я имею в виду, учатся, сам ровный. Гараж, друзья, да, он такой простенький, крышу надо будет. Вот я, когда на чердак залез, помните, да, я показывал, что там шиферинка подложена, там лопнуло, там отверстие сделано, ну, я имею в виду старый, кстати, чтобы ты понимала, вот тот шифер, который там наверху, это видно, что либо с этого дома, они когда крышу там что-то переделывали, либо они откуда-то этот шифер взяли, потому что левая сторона, вот ты лицом стоишь, в левая сторона, весь шифер, знаешь, вот когда вот дырки делали, ну, гвоза... Да, он использованный, да, и там вот, ну, есть вот где-то вот 5-7 шиферин, желательно поменять, но опять же, вот коньки надо поменять, потому что коньки там деревянные, но плиты перекрытия, стены капитальные, 4, даже подожди, 5 изолированных комнат, 5, вот если считаем гостиную, 5, гостиная отдельно, спальни отдельные, кабинеты можно сделать, вот эта зона, где спальня, мне вообще понравилась, вообще отдельно, мега круто. Вот, ну, друзья, хочу сказать так, мне дом, я вот, учитывая, что цена и качество, вот кто бы сейчас, вот я, конечно, в будущем, вот мы сейчас будем решать вопросы, вот, с клиентами, вот, касается этого дома, и мы тогда в будущем обязательно выложим этот ролик и покажем, как мы работаем для покупателей, но кто бы сейчас мне не написал, дом реально интересен, да, это хутор, да, он небольшой, да, здесь там 3 или 4 магазина, ну, пятерочек, магнит тут такого нету, сразу вам говорю, там от Краснодара чуть более 100 километров, там сколько, 120, да, почти, до Анапы 100, 140, ну, 150, ну, рядом, рядом, Калинская 40, да, да, а Калинская, кстати, тут рукой подать, на работу там можно, да тут еще куча станиц вокруг, открой карту и посмотреть, да, но дом мне очень понравился, потому что, ну, площадь, вот площади для большой семьи, недалеко от моря, Краснодар, вот, пожалуйста, 120 километров, вот и уже Краснодар, вот, ну, полтора часа езды, да, и, кстати, документ, да, да, вот Эльвира смотрела, да, есть нюансы, там подшить, там крышу сделать, все, ребята, давайте мы сейчас будем брать основу дома, 15 соток земли, удобство, расположение комнаты, мне все понравилось, вот этот шкаф, просто большой его убрать, немножко, вот, ты когда зашел, и сразу немножко было по-другому, но мне расположить и подвал, и лоджия, и так далее, друзья, вот сейчас некоторые будут писать мне, что там, ну, ты еще не видел, там не знаешь, и так далее, друзья, все я видел, все я знаю, так, по поводу соседа, ну, тут коров навряд ли они держат, тут лошади той, лошадку он точно держит, почему я говорю про коров, ну-ка, если бы коров он держал, немножко было бы по-другому, там сарай было бы целокучен, тут я этих сараев тут не вижу, сама женщина, скажу честно, она сама не знает, что он там держит, угловой, вот мы, кстати, вот сейчас эту улицу проезжаем, угловой участок, вот, соседние люди купили и не живут, тут прям видно, здесь давно никто не живет, и вот сейчас, друзья, сейчас мы будем ехать с вами именно на высоту, вот именно этого домовладения, я еще раз подчеркиваю, я, мне этот дом понравился, я сейчас никому, ни покупателям, ни вам, я не навязываю, но мне понравился, конечно, да, вот, знаешь, там было бы супер, если бы подшива кровли была бы, шифер бы люди изначально сделали, как надо, банька, чтобы была, вот касается, а, про полы, вот очень немаловажно, смотрите, полы, полы везде деревянные, ни скрипов, ничего нету вообще, да, вот эти досточки узенькие, вы когда голая, вот, знаете, вот момент такой, я сейчас открою тайну, у меня, когда я захожу в дома, мне всегда собственники дают, это, тапочки, а я всегда отказываюсь, почему? Потому что тапочка, я никогда не пойму, пол ровно, неровно, вот я когда, вот, Эльвир, чтобы ты знала, вот я когда, ну, в носках, мне более-менее понятно, да, я чувствую, и самое главное, что в доме тепло, спокойно, равномерно, да, баньку надо будет сделать, тут я спору нет. По поводу воды, давайте застрим внимание, смотрите, запах воды есть, и вот запах воды, вот именно чувствуется, вот, знаете, вот ржавой, такой слегонца, да, и застоявшей, вот такое. Лично, мое мнение, напор, вот именно так интересно, в ванне он слабый, в кухне он больше, у меня ощущение, что у нее, они вот эти все сеточки забиты, но, друзья, я сейчас вам кое-что скажу, ну, во-первых, основная часть людей, которые, например, живут, переезжают и так далее, пить воду, они все пьют, там, с полторушек, с пятилитровок и так далее, либо кипятят в основном, можно поставить накопитель, где-то на литров, где-то 300, 400, на 500, больше не надо, помещение есть, вон, можно поставить, где котельная, чтобы всегда было тепло, и подключить именно туда, чтобы накапливалась вода, а уже оттуда поставить насос, чтобы у вас было и давление, и чтобы вода была всегда, но женщина немножко нервничала, переживала, ей не нравилось, как я все это смотрел, но потом мы как бы общий язык нашли, все нормально, все отлично, она видит, что я смотрю туда, заглядываю и так далее. В ванне, хочу сказать, ванна, да, простенькая, простой ремонт, простая плитка, часть плитки, часть пластика, двери все простые, друзья, но для меня важна основа вот самого дома, вот это фундамент, стены, кровля и площадь, вот я еще раз повторяю, что я застрял внимание, цена, площадь и качество, вот, качество, не говорю, что на твердую пятерку, скажу так, вот знаете, такое, на четверку, без плюса, вот так мы сейчас скажем. По поводу дверей, двери простые, абсолютно, проводка алюминиевая, а окна, окна там, я не знаю, ну, видно, что были, стояли когда-то деревянные окна, а потом уже поставили пластиковые, и получается, вместо того, чтобы они взяли, там, аккуратненько спилили бы кирпич, да, они поверху поставили и все. Ну, видите, по поводу плесени ничего не могу сказать, потому что в основном было пластиковые, ну, панели, но там, где вот такая вот, где телевизор у нас был, там была, получается, что так у нас сюда, вроде бы сюда, да, она говорила, потом направо, вон асфальт, там не было, ну, просто была штукатурка и покраска, там плесени вообще намека не было, вообще, туалет, ванна раздельный, ну, в принципе, вот так, зайти жить можно и потихонечку, потихонечку, потихонечку можно это все делать и так далее. Мои хорошие, огромное спасибо, что вы досмотрели обзор этого до конца, обязательно будет в комментарии и в описании указаны все наши контакты, если вы хотите лично пообщаться с Эльвирой, ее контакты будут указаны, если хотите со мной, будут обязательно тоже указаны и также указаны номера телефонов и ватсапы моих помощников, это и Краснодарский край, Ставропольский край, ну и, конечно, Ростовская область. Не стесняйтесь, к нам обращается, и, кстати, также подписывайтесь на наши все телеграм-каналы, которые тоже будут указаны, там очень много полезной для вас будет информации, не стесняйтесь, обращайтесь к нам, за два, за три месяца нас предупреждайте, и я, Эльвира и наши помощники с удовольствием вам помогут. С вами был Николай Сомсиков и Эльвира Дернова, всем пока-пока. Всем пока, жду сообщения от вас. Смотрите, Эльвира ждет сообщения.